Расскажите, пожалуйста, почему сейчас поступает информация о том, что есть маршруты, где вообще не вышли, есть половина, есть меньше, почему так? Ну, собственно, то, что Вы сказали, просто повторите нам это, в чем причина? Значит, Вы прекрасно знаете, что со вчера решением Кабинета Министров было принято решение ограничить работу общественного транспорта. Естественно, вчера мы довели это до всех перевозчиков и ожидали снижения выхода уже сегодня. Так оно и случилось. Сказать о том, что где-то вообще нет, это нельзя так. Мы с утра мониторим всю ситуацию, но сейчас ситуация такого плана. Значит, коммунальное предприятие ГЭТ, вышли 100% водителей, 100% транспорта, что троллейбусы, что трамваи, что автобусы. По остальным, по частым перевозчикам, большой парк Севертранс где-то 50-60% не выхода. По остальным паркам порядка 30-35% транспорта не вышло. Мы проанализировали, есть три основные причины, по которым транспорт не вышел. Первая причина это то, что ограничено, прекращено полностью межгородское и пригородное сообщение. Большая часть водителей, это порядка 35-40% которые работают в предприятиях, это жители пригорода, либо городов там Исмаил, Черноморск и так далее. Водители уехали к себе домой, так как они предполагают, что не будет возможности вернуться, там находятся и семьи. И при общении с водителем мы получили ответ, мы хотим находиться со своими семьями. Вторая, немаловажная причина, это экономическая причина, то есть 10 человек в транспортном средстве. Мы прекрасно знаем, что в большинстве частных парков это привлеченный транспорт, водители не вытягивают даже себе на зарплату. На заправке там тоже не стоит вопрос. И третья причина, это боязнь. Боязнь водителей в первую очередь, это заразиться. И вторая, это получить штраф от полиции, потому что выполнение решений кабинета министров возложено на Министерство внутренних дел. Вчера вечером, сегодня в течение первой половины дня полицейские останавливают автобусы, где есть перегруз, то есть больше 10 человек, где находятся пассажиры без масок, что греха-то идти, есть часть водителей, которые без масок, предупреждают, что при повторном выявлении подобных нарушений будет накладываться штраф в 17 тысяч гривен. Вы прекрасно понимаете, это сумма для водителя практически неподъемная. Вот с утра я уже говорил о том, что мы своих инспекторов с паркования сняли с работы по предупреждению нарушений в части остановок стоянок и направили всех на конечные пункты для того, чтобы они помогали диспетчерам контролировать загрузку пассажиров автобуса, для того, чтобы они контролировали водителей, чтобы они в обязательном порядке находились в защитных средствах и также по возможности ввели профилактическую беседу с пассажирами. Часть инспекторов, они сейчас находятся на улице Ришельевской, где большое количество маршрутов проходит и пытаются на остановку также самоводителям и пассажирам довести те требования кабинета министров и требования по безопасности себя. Тем не менее, очень сложно выполнить это требование. Где-то в середине маршрута может 20 человек заходить. Что делать водителям? Мы предложили водителям в том случае, что если они не в состоянии ограничить количество пассажиров, то есть это уже были вчера конфликты, сегодня с утра, особенно Таирово, поселок Котовского, чтобы они вызывали сотрудников патрульной полиции. Так как водитель самостоятельно не может ограничить посадку, закрыть двери, не дай бог кого-то причинят. Просто стоять, не ехать, ну тогда мы просто остановимся в движении. За сегодняшний день были подобные вызовы в полиции? Мы сейчас, я их нахожу здесь, я приеду на работу, буду знать. Наверное, конечно, буду.